История с продолжением. Как только столбик термометра опускается ниже, в Твери происходят сбои в коммунальной системе. Вот и 18 января синоптики назвали самым холодным днем на этой неделе. В московском районе без отопления горячей воды остались около сотни зданий, десятки жилых домов, детский сад, школа и поликлиника. Как выяснилось, это была вынужденная мера сотрудников Тверской генерации. Чтобы устранить повреждения на теплотрассе, пришлось на время забрать у людей тепло. Сегодня мы вывели из работы магистраль диаметром 500 миллиметров. В настоящий момент ведутся сварочные работы. Ход работ складывается достаточно удачно. Среагировали быстро, поэтому коммунальные аварии здесь удалось избежать. Однако гарантии, что она не произойдет в будущем, нет. Данный участок пересечения проспекта Победа с улицы Резинстрой – один из самых проблемных в городе и давно требует капитального ремонта. Это повреждение трубопровода, износового характера, которое произошло в результате близости его к электрическим сетям. Вот тут в раскопе видно, что рядом идет кабельный пучок. Это места повышенного износа, ускоренного износа сетей. А еще это место, где расположено большое количество многоквартирных домов. Житель 44-го дома по проспекту Победы Александр Макаров рассказывает, что они уже привыкли к регулярным отключениям. Причем не только воды и отопления. Буквально с 6 на 7 число у нас сгорел кабель электрический. Мы сидели без света. Теперь остались без тепла. Хорошо еще, что в отличие от Рождества, на Крещении погода в Твери не показала свои возможности. На улице хоть и не май месяц, но и не сильный мороз. Поэтому в квартире при холодных батареях термометр показывает 20 градусов. Людей больше беспокоит отсутствие горячей воды. Посуду не помыть, не помыться как следует. Коммунальщики отмечают, жителям будет осуществлен перерасчет в квитанциях. Никто не начислит плату за отсутствующее отопление и горячую воду. Правда, речь идет не о той сумме, которая бы была сразмерно причиненным неудобством. Ну, если мы 12 часов будем считать отключение, тогда 50 рублей. Ситуация с отключением отопления горячей воды находится на контроле у администрации города. Закончить ремонт на теплотрассе и вернуть тепло в дома коммунальщики планируют к вечеру 18 января. В противном случае люди на себе почувствуют, что такое крещенские морозы. Да и в прорубь им нырять не придется. Холодная вода у них будет в собственной ванной.